ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один человек погиб, двое пострадали. Дороги не чистят нифига, а больше не видать. Его запустило колесо и выбросило. Легковой Ниссан на трассе выехал в лоб пассажирской газели. И заработок на травах. Полицейские установили, что подпольную нарколабораторию организовали жители Самарской области. Полицейские обнаружили плантацию культивированной конопли. Это не только прямо сейчас. Сегодня в Казани по подозрению в насилии над ребенком арестовали еще одного мужчину. Напомним, накануне в Новосавиновском суде под стражу взяли 27-летнего казанца, который совершил насильственное действие сексуального характера в отношении 8-летней девочки. Сегодня авиастроительный суд отправил за решетку 22-летнего местного жителя, который подозревается в надругательстве над 10-летней девочкой. Все подробности у Аллы Рыковой. Этот молодой человек прячет лицо от журналистов под капюшоном. Причина тому простая. Вину свою признал полностью. Следователям рассказал, с 10-летней девочкой он познакомился в социальной сети. Возраст свой она не скрывала. Сам же представился 17-летним учеником школы и предложил встретиться. Мужчина назначил ей свидание и спустя 2 дня встретил около ее дома. После чего на автомобиле съездил с ней в магазин за напитками, а затем отвез в безлюдное место. Здесь мужчина пересел на заднее сидение автомобиля, где находилась девочка, и совершил в отношении нее насильственное действие сексуального характера. О том, что случилось, девочка поначалу никому не рассказывала. Лишь спустя несколько дней она призналась во всем маме. Вычислили злоумышленника по номерам автомобиля марки Дэо, в котором и произошло преступление. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Казани совместно с оперативниками МВД Татарстана в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого, которым оказался 22-летний житель Казани. Спустя несколько часов полицейские его задержали. Вы следили что ли как-то или что? Где это происходило? Не следили. Это в сети ВКонтакте было. Вначале осознавал сам то, что взрослый писал, говорил об этом и в итоге дальше как-то просто завязалось в общении. Доставили мужчину в авиастроительный суд под конвоем. Вину свою он признал. Скажите, а почему не хотите говорить? Стыдно что ли? Да. Почему вы так поступили? Спасибо. Помоги вас. Если бы я сам знал. А вам девочка хотела, как она вам понравилась или что? Или вы намеренно хотели какое-то время причинить? Нет, не хотелось. Какие у вас мотивы? Самых не было. Никаких не было. В отношении молодого человека суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 февраля. Алла Рыкова, Константин Бушуев, Вызов 112. Один человек погиб, двое госпитализированы. Рядом с Нижнекамском легковой Ниссан, в котором находились четыре человека, вылетел на встречную полосу прямо в лоб вахтовому автобусу. В «Газеле» никто не пострадал. Отделался испугом и водитель иномарки. Почему он потерял контроль над машиной, попыталась узнать Лина Зинатулина. Дороги не чистят нифига, а больше не видать. Его запустило колесо и выбросило. Водитель вахтового автобуса до сих пор не может прийти в себя. Он, как обычно, вез работников предприятия домой, когда внезапно навстречу вылетел автомобиль. Его занесло вот так и боком на нас прямо юзом. Он пошел-пошел и развернул его. И мы желательно, как говорится, чтобы удар смягчить, он чуть-чуть левее по тормозам, а тут лед под снегом. И вот туда выбросил. В «Газеле» на момент столкновения находились 9 человек. К счастью, никто не пострадал. В «Ниссане» было 4 человека. В результате ДТП скончался 45-летний пассажир легкового автомобиля. Пассажир автомобиля «Ниссан», который находился на заднем сидении справа, получил телесное повреждение. Весь удар пришелся именно в его сторону. В автомобиле «Ниссан» находилось 4 человека. После столкновения данного пассажира пытались реанимировать. Попытки вернуть мужчину к жизни не увенчались успехом. От полученных травм он скончался. Еще два пассажира, одному 20, другому 24 года, госпитализированы. Один из них сын погибшего мужчины. Водитель на марке не пострадал. Очевидцы и участники ДТП винят во всем, в том числе и погодные условия, а также состояние трассы. Снег там не чистили. Ринастина Анатольевна, Эльвира Сафиольна, Евгений Лызаев. Вызов 112. Огромная пробка образовалась в авиастроительном районе из-за водителя большегруза, решившего развернуться прямо на трамвайных путях. Но водитель, нарушая правила, не учел габаритов своего транспортного средства. Тягач зацепил провода, оборвал их и парализовал движение электротранспорта. Длинномер переградил практически всю дорогу, ведущую из авиастроительного района в Московске, чем вызвал огромный затор. Переградил путь автомобилем, двигавшимся по кремлевской дамбе, водитель Лады 15-й модели в вечерний час пик. Как сознался сам водитель, он не справился с управлением, и его автомобиль в снежной каше стала кидать по проезжей части. При этом машина крутилась вокруг своей оси. Неуправляемый автомобиль задел одну иномарку, другая врезалась в Ладе прямо в бок. Что послужило причиной потери управления, знает Альбина Минебаева. Да, подскаживались. Водитель Лады, несмотря на сам факт происшествия и долгого ожидания сотрудников автоинспекции, бодрости духа не терял. Рассказал, что ехал в левом ряду, справа и чуть впереди двигался в Chevrolet Spark. И на одном из изгибов дороги понял, что путь ему перекрыт. Вот на этом изгибе, когда я ехал, изгиб начинается, она продолжит движение, грубо говоря, прямо. Мне там уже места не оставалось. В ту же секунду ударил по тормозам. В снежной каше автомобиль стала кидать из стороны в сторону. Водитель Рено избежать столкновения не смог. Лада просто перегородил ему дорогу. При этом зацепил Chevrolet. Вот машину занесло, она ехала в крайнем левом ряду. Занесло, вылетел сюда. Ну там какие-то царапинки, да, у нее. Там девушка была. Регистраторов в автомобилях не было. Истинного виновника аварии теперь будут выявлять автоинспекторы. Альбина Минебаева, Алла Рыкова, Азат Самигулин. Вызов 112. В Альметьевском районе автобус с юными хоккеистами столкнулся с фурой. Неподалеку от села Русский Октаж автобус Неоплан, перевозивший 19 взрослых и 22 ребенка из юношеской хоккейной сборной Лада, задел показательную фуру Вольво. В результате аварии никто травм не получил. На место приехали спасатели, медики, полицейские и два автобуса для доставки команды на автовокзал Заинска. Там дети пересели на автобусы, идущие в Менделинск. Дерево упало на крышу Лады 14-й модели во дворе одного из домов по улице братьев Касимовых. По рассказам очевидцев, автомобилист припарковал свой транспорт, чтобы забрать ребенка из детского сада. Когда вернулся, увидел весьма печальную картину. В итоге автомобиль так и остался на том же месте, а водителю, скорее всего, придется добиваться справедливости в судебном порядке. Тела сына и мужа обнаружила женщина в Чистополе в своей квартире, обеспокоенная резко прервавшимся разговором. Ей позвонил сын и попросил номер ветеринара, сказав, что котенок теряет сознание. Больше никто трубки не брал. Нашла она уже их мертвыми. В теле одного из домов в городе Чистополя обнаружены тела мужчины 1965 года рождения и его сына 1992 года рождения с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, трагедия произошла в результате неисправности газового оборудования. Теплицу, где круглый год можно было выращивать коноплю, обнаружили полицейские Татарстана в Нурладском районе. Помогли им в этом коллегии Самарской области. Именно из этого региона прибыли владельцы оранжереи. Сколько запрещенных трав было выращено в так называемой нарколаборатории, узнала Алла Рыкова. Теплицу, где выращивали коноплю, полицейские обнаружили в одном из частных хозяйств в Нурладском районе. Помещение во дворе дома было специально оборудовано для культивирования запрещенных растений. В нем имелись отопительные приборы и термодатчики для поддержания постоянной температуры. Также были установлены освещение и система вентиляции. Оперативники обнаружили в теплице кусты конопли высотой 50-80 сантиметров. Полицейские установили, что подпольную нарколабораторию организовали жители Самарской области, одному из которых 28, а второму 30 лет. Выяснилось, что один из задержанных в 2016 году приобрел дом в Нурладском районе и приспособил одно из надворных помещений под теплицу для выращивания конопли. По результатам экспертизы, масса изъятого наркотика в высушенном виде составила более 1 килограмма, что согласно действующему законодательству является крупным размером. Кроме того, стражи порядка изъяли у задержанных семена конопли. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 УК РФ. Это незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, совершенные группой лиц по предварительному сговору. И части 2 статьи 228 УК РФ. Это незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Сейчас обоим задержанным может грозить длительный срок заключения за незаконный бизнес. Аллы Рыкова, Арат Назипов, Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.